Предвкушаю что-то интересное, новое. Ну и есть легкий такой мандраж, потому что такой выход из зоны комфорта, но я очень прям ждала этого. Поехали! Алена, ты в этот раз-то взяла человека справку из психиатрической больницы? Всем добрый день! Привет! Привет, другая! Как старые добрые времена. Молодец какая! Никого, никого. Так, я хотел бы не решить нам всех проблем, не решить всех проблем. Как это решить? Мы на ключах и решаем все проблемы. Да, это КВН не может решить всех проблем. А мы это можем? На ключах станет всем. Мы не блестим? Нет. Нет, вы не блестите. Все, тогда... Что, Катя, включаемся? Всем привет, наши дорогие! Это первая серия нашего стамбульского сезона, так его назовем. Несмотря на то, что сейчас мы находимся в Екатеринбурге, это только превью, это только эпиграф к грандиозным съемкам. Меня по-прежнему зовут Ольга Чевыкина. Это Рада Русских. Если вдруг вы на наш канал еще не подписаны, нужно срочно ликвидировать эту глупость в вашей жизни. Пожалуйста, подпишитесь, потому что серии выходят регулярно, и в каждой из них может быть нечто сакральное именно для вас. Да начнутся голодные игры! Ты занимаешься фигней. Кому нужны твои сережки? Наверное, такой мини-бизнес, который был сделан на топливе всем доказать. Эзотеричная женщина. Как раз вот та героиня, которую я искала. Я думаю, что все смотрят на мои зубы. Я ничего с этим поделать вообще не могу. Клянусь, я каждый день еду, но слава богу, я это сделала. Тебе хватает на все, что ты хочешь? Нет. У меня большие аппетиты всегда. Ты должен всем своим видом, каждой деталью это утверждать. Муж там последнее желание загадал, чтобы моя жена красивая осталась на этой планете. Хочешь, чтобы ты выглядеть богаче? Конечно. Все, не жалуйся, не беси нас. Кошмар, мне же поплохело. У тебя всегда есть право голоса. Мне уже скучно, ты такая покладистая. Он умер, не ты. Ну, я тоже, но я вас... Нет, он умер, не ты. Сегодня знакомство с героиней. Ни жива, ни мертва. Машенька, привет. Всем привет. Привет. Ну че? Че, прошла, да? А с чего начать? А с чего хочешь? Зачем тебе все это? Я жила прекрасную жизнь, развивала свой бренд украшений. И 5 августа 2022 года мы поехали в город Алтай с мужем. И у него там установилось сердце. И весь этот год я строила заново свой вот этот вот мир. И мне хочется вернуться не к той Маше, которая была до этой даты, а уже новой. Поэтому мне прям хочется очень сильно возродиться. Поэтому, когда я смотрела первый сезон, я с большим удовольствием его смотрела. У меня был ритуал маленький по утрам. Кофе и ключи. И я сразу же с первой серии почувствовала, что мне туда надо. Я свернула в YouTube, записала видео и сразу отправила видео визитку. Добрый день, меня зовут Мария. Мне 32 года, я из Екатеринбурга. Я создаю украшения своими руками, пишу картину маслом, практикую тета-хиллинг. В данный момент прохожу обучение на хрониках Акаши. Я не замужем, так как в августе я похоронила своего мужа. Обучение по ключам я не проходила. Почему я хочу участвовать в вашем проекте? Потому что я с большим доверием отношусь к тому, что создаёт Рада и Ольга. У меня есть проблемы с принятием своей внешности. Мне очень хочется проявиться в этот мир больше. И я однозначно вхожу в новый этап своей жизни. И мне хочется войти туда обновлённый не только внешний, но и внутренний. Наверное, у тебя один из самых красивых вопросов, которые пришли к нам в этот раз. Их было больше 100 или даже больше 140. В какой-то момент девочки остановили уже заявки, потому что их было так много, что мы бы не успели погрузиться. Обработать даже вопросов. Да. У тебя был очень красивый запрос и очень трогательный. Как ты сама чувствуешь? Все разное время нагревания отводят. Ты уже пережила это или ты ещё в процессе? Ну, я одно могу сказать, что я приняла. В этом, конечно, мне очень помогала эзотерика. Мне кажется, эзотерика меня как будто готовила к этому. И спустя полугода я пошла на курсы тета-хиллинга. Естественно, там уже у меня начался такой процесс исцеления. Также хочу отдельную благодарность выделить каналу «Не принято обсуждать», потому что все видео я исцелялась очень сильно, потому что это было очень созвучно внутри. И это классно, что есть такие видео, потому что я думаю, что таких историй очень много. И когда я пришла курс тета-хиллинга, я уже прям начала принимать выбор души своего мужа. Ну, потому что мы приходим в этот мир одни, уходим из этого мира одни. И это та ситуация, на которую мы не можем повлиять, потому что мы не бог же, чтобы решать это всё. Поэтому я отпустила, приняла. И мне очень хочется научиться жить заново красиво, потому что вот эта ситуация мне показала, что нужно наслаждаться каждым-каждым днём. Чтобы зрителям было понятно, тебе 32 года, соответственно, вы ровесники с мужем были, и вы чуть ли не со школы вместе, да? Да. Ему 31 год всего было, и это преступно мало, и всегда задаешься вопросами, за что, почему так рано, сколько всего можно было сделать и по отдельности вместе. Это страшное испытание, но ты умница. Так же вот именно и было у меня в начале. За что мне это всё? Естественно, я скатилась в жертву. А потом мне сразу же, наверное, спустя дни и пять сказали, ты неправильный вопрос задаёшь. Нужно говорить для чего. И тогда я начала в голове вот этот мыслепроцесс всего. И начался мой, наверное, самый такой тяжёлый год. Но сейчас я уже назад оборачиваясь, могу понять, что он опять для чего-то был этот год. Что ты можешь сказать про себя, про свою жизнь, как ты её живёшь, безотносительно этого события? Я понимаю, что его очень сложно вычесть, и оно такое разделяющее на до и после и смыслообразующее в каком-то плане. Но тем не менее, ты смотришь ключи, ты много читаешь, ты творческий человек. Всегда же есть эта линеечка социальная, сравнение. Видно, как через социальные сети, как другие девчонки живут. То есть какая твоя жизнь, если вычесть вот это очень важное? Ну, она интересная, да. Я не скажу, конечно, что я прям каждый день её суперклассно проживаю. Мне бы хотелось научиться. Но вот опять благодаря ключам я пошла, купила годовой абонемент в Эрмитаж Урал. Я получила такое удовольствие от просмотра именно этих выпусков, потому что это была вот эта вкусная конфетка между героинями. Я хотела только ради одного этого события эти выпуски делать, для чего, собственно, мы их и делали. Класс. Да, и я пошла и наедине с собой провела свидание в Эрмитаж Урал, потом попила кофе и пошла делать дальше свои дела рабочие. Я ещё очень люблю писать картины маслом, но тоже мало выделяю на это время, хотя это очень помогает отключаться. И в данный момент ещё я также прохожу у Полины два обучения. Это хроники Акаши и Тароу. Потому что я вечный ученик, я очень люблю учиться, и у меня одни курсы заканчиваются, начинаются другие. И мне всегда мало, потому что начинаешь новое узнавать, и хочется дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Ты такая глубоко эзотеричная, со смыслом. Как раз вот та героиня, которая искала, у которой уже есть на глубине какой-то личный смысл, что-то сокровенное. Ты не на скорости это всё выбирала, то есть это уже как-то обдумано глубоко, и у тебя хороший, спокойный ритм и жизни, да, и обучение, и у тебя темп речи. Насколько все, кто здесь сейчас, замедлились. И подстроились перед себя. Да, да, то есть ты как бы такая достаточно эпицентровая. Сильная, наверное. Это интересно. У нас такие редко попадаются. Я надеюсь, что у всех будет такой герой, чтобы подрасти тоже вот в это. Классно. Я думаю, с тобой никаких проблем у нас не будет. Я обычно с первых пяти минут понимаю, что нас ждёт в ближайшие цать дни вместе. И я так понимаю, что у тебя и видение-то себя тоже созревшее. То есть мы тут страдать сейчас не будем. Просто давайте спросим, а как ты хочешь себя долепить? Ты же ключи уже как-то всё равно хотя бы на слух воспринимаешь. Какую-то терминологию. Какие тебе нравятся слова из тех, которые ты слышишь? Апи-центр мне нравится очень. Игрок мне очень нравится. Ты знаешь, вот выдержка из твоей заявки, редакторская у меня тут отметка, что есть проблемы с принятием внешности. Да. В общем, я никогда не принимала свою щербинку. Меня никто в школе никогда не булил. Я сменила три школы. Никто никогда не издевался. И друзья мне, наоборот, говорят, что ты без неё будешь не ты. Но я не могу. Так получилось, что я вот наблюдаю по жизни, да, допустим, меня сначала не устраивал мой голос. Что я делала? Я шла, смотрела ролики на ютубе. Занималась? Дыхание занималась и исправляла. Это всегда по такому алгоритму делается. И также я вела здесь две лекции по камням. В общем, я очень люблю камни. И иногда меня приглашают на какие-то девичники. Я рассказываю про домашний алтарь, про камушки. Класс. И почему-то в этот момент, когда я доношу ценную информацию для других людей, я думаю, что все смотрят на мои зубы. И это вот сидит вот здесь вот в голове. И я ничего с этим поделать вообще не могу. И мне кажется, что это не изюминка внешности, а недостаток какой-то. И я из этого чувствую себя неуверенно, соответственно. Из того, что ты сказала, понятно, что те вещи, которые можно исправить самостоятельно, ты исправляешь. То есть можно позаниматься, поработать с голосом. Зубы – это отдельная тема. Почему не сделала? Потому что понятно, что есть врачи, есть технологии. Это вопрос денег, времени. Если это так мучило. Это логичный вопрос, если тебя всю жизнь это беспокоит. Ну, скорее всего, финансов. Потому что я застряла в одной точке, и опять случившийся опыт меня замедлил очень. И я не могу переступить на другую ступеньку, повыше. И вроде бы, как говорят, новые действия, все будет по-новому. И я ищу эти действия, пытаюсь их применить, но что-то почему-то идет не так. Вот все равно есть какое-то ограничение. И я не могу найти где. Я уже везде пробовала, смотрела через разные системы. А чем ты зарабатываешь вообще? Эзотерикой, камнями, смычкой этих двух направлений? Девять лет назад я сделала свой такой маленький бренд украшений. Там натуральные камни, гипоаллергенная фурнитура. Опять это, наверное, такой мини-бизнес, который был сделан на топливе всем доказать. Потому что мне говорили, ты занимаешься фигней. Кому нужны твои сережки? И у меня был как бы стимул доказать, что это не фигня. А это классное занятие. И, естественно, я сделала Инстаграм. Потом нашла уже магазин. Я сотрудничаю с одним брендом. И в разные магазины, в разные города я поставляю украшения. Сейчас я ещё готовлю один проект как раз-таки с камнями, со свечками. После вот этого года наедине с собой, где я ознакомилась, я поняла, что как важно вот эти маленькие домашние ритуалы. Попить чай при свечах, зажечь благовоние, помедитировать с камнями, принять ванну с солью. Я придумала вот этот вот проект, который у меня сейчас в процессе разработки. Изотеричная женщина. Вообще мне мир кричит уже месяц о том, что мне нужен мини-урок по камням. Или, может быть, мини-курс. Мне уже говорят, может быть, ты индивидуальную консультацию проведёшь. И я просто да-да-да, да-да-да. А почему не делаешь? Есть ответы тебе? Опять-таки видео... Я не делаю, потому что у меня щервинка? Потому что я не могу на себя на видео смотреть. Класс. А я помню этот период в своей жизни. Что тебе, Миша? У меня был очень кривой нижний зуб. Он такой, знаешь, чуть-чуть повернулся. А когда я говорю, у меня верхняя губа не открывает зубы, а нижняя видная. Да. И когда говоришь, там же темно. И вот эти зубы, нижний ряд на фоне темноты. И вот этот кривой зуб, он прямо, знаешь, так вот светился, торчал такой этой горкой. И я помню, как я четыре года записывала видео. Я себе пыталась как-то, ну, тренировать по-другому, чтобы... Губы закрывать. Да, то есть я искала ракурсы. Но я в какой-то момент смирилась. Потому что я поняла, что, в принципе, я не видела человека, который себе нравится на камере. То есть я спрашивала, копила чужой опыт. Я ни разу не встретила человека, который бы мне сказал, что он обожает себя на камере. Каждый мне тыкал в какой-то непонятный кусочек своего лица и говорил, видишь, какой ужас. Я поняла, что, в принципе, наверное, похеру, как бы это только я вижу. Но со временем, когда я накопила денег, я помню, что я поставила себе первые виниры. То есть мне сказали, что можно подровнять винирами, не нужно еще там... Брекеты. Брекеты. Да, потому что верхние брекеты мне хватило ума, я там 18 лет наскребла эти деньги. А на нижние мне тогда, ну как бы сил бы не хватило, а вот там потом уже не хотелось, знаешь. И мне доктор говорит, я тебе винирами поправлю. И все, я просто поставила себе полную улыбку. Вот ты мне сейчас говоришь, а я вспомнила вот этот ужас, знаешь. Это реально было неприятно, но я с ним справилась до того, как сделала виниры. Помнишь это состояние? Я рассказывала его. Я же не очень фотогенична. И вообще странно, что я стала какой-то ведущей. Публичный человек, посередине в кадре. Да, я вообще все время в кадре. У меня 20 съемочных дней в сентябре. То есть день — это 2-3 серии. То есть к концу сентября я поучаствую в 30-45 сериях. Да, представляешь? При этом я абсолютно не фотогеничный и не видеогеничный человек. И мой формат не подразумевает работу на видео или что-то такое. И я помню это состояние, когда я от себя отстала. Это было с тобой где-то. Я заметила, что все, что я делаю в момент интервью, это контролирую свой внешний вид. То есть как у меня там лежат туфельки. Надо же в определенном углу. Спинка там, вот это, вот это. Знаешь, все в себя. И ты не можешь думать. То есть в конце, когда ты вот этот внешний контроль включаешь, я поняла, что я не могу думать. Я поняла, что мне все равно, как я выгляжу. И тогда я могу остаться здесь и говорить что-то вразумительное. И меня все полюбили за это. То есть я же вот этот сканер. Я хорошо слушаю, отличаю интонации. Вижу слова, которые недосказаны. То есть я очень внимательна. Но это отсюда идет. И в принципе, конечно, я стараюсь ничего не контролировать на съемке. Я понимаю, насколько это, ну, как бы... Выбивает немножко вот из этой... Это постоянный какой-то допресурс. Ну, это вообще очень все усугубляет, я считаю. Ты же тоже очень много прошла вот этих этапов. А я тоже расскажу, поделюсь, чтобы вы в комментариях, девчонки, можете это описать про себя. Потому что такое обнажение своей слабости, своей уязвимости для женщины, внешняя уязвимость, ну, это принципиальный момент. Еще был момент, когда, например, Инстаграм уже работал. И я писала сторис только в те дни, когда я в макияже. Представляешь, какую ебабу было вообще? Насколько? То есть если я не накрашена эфирно к съемкам, я не буду сторис записывать. Я знаю, женщин, которые мусор не могут вынести и не накрашены. Ну, да. Потом я себе придумала челлендж, я пошла в театр не накрашенной. Просто с помытой чистой головой. Не накрашенной вообще, не тон. Я расчесала брови, и все. Не блеск для губ и нарядное платье. Это был для меня вызов, и я поняла, что да, я тогда все смогу. Момент про лучшее, одно из лучших решений в моей жизни. Визуально это было два. Это нижняя блефора, и это, конечно, зубы. Я работала на телеке, у меня были вот такие страшенные мешки под глазами. Что я только не делала. Я стала очки с крупных оправок носить из-за этого. Я перепробовала все способы от картофельных очисток, огурцов, каких-то патчей израильских, каких-то препаратов, которые мне там привозили, знаешь, в три дорогая и так далее. Ничего не помогало. Я делала гимнастику, чтобы стоять вниз головой, какие-то там отток крови туда-сюда. Я перечитала все на этот счет. Потом я пришла на консультацию к хирургу. Сказала, так это грыжа же. Просто мышцы расходятся, и там жировая ткань под кожей скапливается. Это никак нельзя исправить, кроме как хирургическим образом. А прошло с той операцией уже лет восемь, наверное. У меня в лифте зеркало, как у многих всех. Клянусь тебе, я каждый день еду, думаю, слава богу, я это сделала. Восемь лет каждый день я думаю, почему до этого двенадцать лет. Я мучилась, себя не принимала в кадре. Это было очень тяжело. Но мы с тобой говорили как-то в интервью, когда ты не выглядишь, как Ирина Шейк, ты делаешь упор на другое. Настолько ты себя можешь настрополить на глубину, на интеллект, на словарный запас, на другие визуальные проявления. Доводя до совершенства остальные свои черты, чтобы как бы нивелировать вот эти недостатки. А потом, когда ты раз там, исправляешь, и ты получаешься безупречная в какой-то момент. Это долгий путь. Ну, то есть у меня это 8-12 лет в кадре, не знаю, мучений. Очень было тяжело. Девочки, напишите, что в вашей внешности вам мешает. И я не могла на себя смотреть, но зато я такая думаю, я веселый человек, я буду проявлять чувство юмора. Мы там пели песни, хотя я там петь не умею, мне очень там дерзко себя где-то вели. И именно этим я запомнилась, своей живостью, импатичностью. И сформировался имидж такой именно открытой, близкой к людям, веселой девчонки. А дальше весь этот тюнинг уже потом прилепёшился. Но всё равно суть осталась важнее. Просто, видишь, для нас самый близкий запрос в мире. Запрос на публичность, выход на широкие массы, что-то говорить, какие-то смыслы вещеят на камеру. Понятно, мы же это и преподаем, что люди добрые, вы, пожалуйста, адекватно оценивайте, что ваш внешний вид, он оттеняет вашу речь. Чем более вы приятно для всех и понятно выглядите, тем более понятна и приятна у вас речь. Мы не можем разделить это никак, поэтому мы тоже здесь постарались. И нам поэтому так интересно, что кто-то вот тоже в нашей стайке сколора прибавится. Нет других к себе вопросов, помимо щербинки? Раз уж у нас откровенный такой девчачий разговор. Может быть, я бы тоже убрала книжки немножко, потому что у меня очень нарушился сон. А вес у меня ушёл, как всё случилось, килограмма три и ещё потом за год четыре. Я ещё даже шутила, что муж там последнее желание загадал, чтобы моя жена красивая осталась на этой планете. Ну, я сейчас очень мало ем, хотя мне кажется, что мне надо прибавить. Это очень худенько. А сколько ты сейчас весишь, если не считаю? 48-49, наверное. Это мой вес в пятом классе, мне кажется. Ты сейчас называешь. И даже мне уже немножко некомфортно, потому что прям очень тоненько всё. И руки, и рёбра. Ну, это красиво. Это пока не выглядит болезненно, если вдруг тебя это интересует, и какое удовольствие будет. И нам все опять напишут, ой, понятно, взяли дюймовочку, и теперь нам показываете, как из неё сделать принцессу. Мол, это легко. Мои красотки, часики тикают. Простите меня за эту пошлую аналогию, но тем не менее. Мы для вас с командой ключей. А это очень большая команда, потому что курс объёмный, сопровождение глобальное. Мы с вами два месяца будем вместе, начиная с 1 января. Это 8 живых мастер-майндов. Это я, Рада, технические специалисты, наши технофеи, службы поддержки и так далее. Так вот, мы с командой сделали для вас функцию раннего бронирования. Многие уже ей воспользовались. По ссылке в описании к этому видео или по QR-коду, если с ноутбука меня сейчас смотрите, наводите телефон, и прямо сейчас можете провалиться на страницу ключей и совершить эту судьбоносную покупку. Используйте эту возможность. В ноябре цены подрастут и пика своего достигнут в декабре. 1 января стартуем. Уже сейчас примите волевое, важное, смыслообразующее решение и присоединяйтесь. Поток живой – это значит, что мы с вами будем в максимальной форме, в максимальной боевой готовности, в максимальной заряженности. Все, что мы с Радой поймем про эту жизнь, узнаем к 1 января, все отдаем на живом потоке. Именно за это наши девчонки так любят живые потоки. Кстати, есть те, кто проходил живой поток летом, и они снова платят и присоединяются к потоку зимнему. Почему? Потому что для нас, ваших наставников, перерыв в несколько месяцев – это вечность. Какое огромное количество знаний, эмоций и впечатлений к нам прирастает, а это все то, что мы хотим и готовы отдать вам. По QR-коду на экране или по ссылке в описании к этому видео переходите и присоединяйтесь. Также у нас подключен сервис «Долями» и любой из платежей для оплаты любого из тарифов вы можете раздробить на 4 равные части. Поехали! Про бренд украшений хочу тебя спросить. Это, ты сказала, 9 лет назад. То есть это очень длинный путь для бизнеса. И он уже мог много раз умереть. Он не умер, вот в каком он состоянии. Но рассказывая про него, ты обратила же внимание, это маленький, микро, домашний. Вот расскажи про него поподробнее, потому что за 9 лет можно было, ты понимаешь, уже довести до определенной такой очень матерой степени. У меня был шоуру, офис, где приходили, могли уже примерять украшения. Там же мастерская. Потом я подняла это все до опта. У меня были оптовые заказчики. Так как случилась пандемия, естественно, опт все прекратили. Мы договорились на реализацию. Личные продажи я, конечно, делаю, но опять это все держится на старых клиентах, которые были в Инстаграме. Опять, когда появился у нас VPN, стало как-то очень тихо, спокойно. Поэтому мне очень нравится сотрудничать с магазинами. Я собираю подборку для них и отправляю им посылку. В конце месяца мне присылают отчет в продажах. И по такой схеме я сейчас работаю именно с украшениями. Ну, а цифры можно узнать? Я люблю, когда цифры звучат. Цифры, ну, в лучшие месяцы 200. Это оборотка или твой доход? Весь доход. А так 150. А сколько ты можешь себе забрать? Ну, я где-то раз в два месяца делаю поставку. То есть это там тысяч 50, где-то 60 я вкладываю, потому что сейчас 12 магазинов уже. А остальное как бы все. Ну, там же на амортизацию еще что-то ходит. Вот сколько тебе остается? Сколько в месяц твой доход? Я, честно говоря, даже не считала. Тебе хватает на все, что ты хочешь? Нет. У меня большие аппетиты всегда. Ну, это не больше 100 тысяч в месяц. Да, не больше. Да. Нормальный, маленький женский бизнес. Да. То есть, наверное, одной из целей ты ставишь себе как-то сейчас чуть-чуть подраскачаться. В принципе, мы можем сделать хорошую рекламу тебе. Благодарна за то, что ты пришла и где-то, да, это все подсветим. Ну, тебя точно не страшно рекламировать. Ты там, видно, делов не наделаешь, если мы к тебе клиентов отправим. Поэтому я прям такая, слава богу, у нас нормальная героиня. Вот что это значит травматичный предыдущий опыт. Понимаешь? Кошмар. Меня психотерапевты откачивали после прошлого сезона. Ну, кстати, опять нам скажут, что вот мы пиаримся, возвращаемся к этому все время. У нашей с вами прекрасной героини все великолепно. Она раздает автограф. Я это доподлинно знаю, потому что на общем форуме, где мы с тобой выступали, подошла ко мне девушка. Она говорит, я тоже из Каменска-Уральского, какая звезда выросла, потому что она была на открытии какого-то салона, Света была там приглашена как спешл гест стар, подарки дарят, с ней все фотографируются, просят автографы, ну и задают соответственные вопросы, которыми нас закидали, обвинили во всех смертных грехах, мол, как так, зачем ты рассказывала какие-то вещи про себя. Она со знанием дела, совершенно точно понимая законы публичности, в чем она большая молодец и очень предприимчивая леди, сказала, ну если бы я этого не сказала, разве вы были все здесь и подходили бы ко мне за автографом? И в этом есть термяжная правда. Это привет всем тем, кто за судьбой Светы следил. Она довольна и пожинает приятные, в том числе, плоды того, что решила пойти в медийность. У тебя медийность не пугает? Нет. И у тебя есть в голове эта связка между медийностью и уровнем, например, дохода и так далее. А вот обратная сторона, когда тебя узнают, ты не всегда хочешь, не знаю, коммуницировать с людьми, когда они хотят этого. Думала ты про это или нет? Или это запредельно еще? На самом деле я очень общительный человек, то есть для меня сложнее было познакомиться с самой собой за этот год, чем, допустим, к людям. То есть есть люди, да, в компании, я легко со всеми могу заговорить, и обычно все мне начинают все рассказывать, у нас ведутся диалоги, какие-то интересные разговоры, то есть с этим вообще проблем никогда не было. И в детстве даже дедушка всегда говорил в деревне, где она столько находит детей, у нас детей столько нету, потому что я вот любила собирать толпу людей, и мы постоянно что-то придумывали вместе. И так это, в принципе, до сих пор и существует, для меня. Я думаю, мы можем прийти уже к обсуждению какого-то образа. Да. Потому что все-таки наша задача помочь создать тебе образ, чтобы он решил все твои задачи на сегодняшний момент. Если кто-то все еще не понял, то через это правда можно решить все свои запросы. Абсолютно невербальный язык, международный язык, и на невербалике мы передаем 90% информации о себе другим, и именно основываясь на невербальной подаче, другие люди принимают решение, готовы ли они к нам подойти, с нами коммуницировать, или что-то у нас там тем более купить. Вот. Поэтому мы такой большой акцент делаем на невербалику. Прошлым героиням не всем удалось донести за сезон. Поэтому, если я так понимаю, что ты, в принципе, уже достаточно сознательная, и с тобой будет быстрее. Хочется из тебя какие-то слова вытащить, в какое проживание ты хочешь пойти. Эпицентровость мы поняли, то есть ты готова к большому количеству внимания. Это редкое такое состояние для обывателя, то есть понятно, что там уже какая-то зрелость. А вот кроме эпицентровости, она же может быть разная. Какое амплуа ты хочешь? Вопрос готова ли? Смотри, вся грудь красная покрылась, до шеи вот так, очень большое волнение, так и гиперемия. И с этим очень сложно справляться. Понятно, что можно закрытый какой-то ворот применять, там шарфики, колье какие-то эффектные, потому что я много с этим работаю. Приходят, когда девчонки с запросом на публичность, на работу в кадре, у кого есть такая реакция кожи, то есть контролировать практически невозможно. Невозможно. Да, это выдает такое твое волнение, посмотрим, что с этим делать. Вербализируй, что готова. Точно готова? Реакция тела немножко другой. Да готова, конечно. Насколько я помню, с этим вообще ничего не сделать. Ничего. Я когда визажистом работала, я спрашивала, есть ли вот такая реакция. Да, просто заливаешь тоном все. Тоном заливали, хайлайтерами, потому что я знаю многие девушки, они от полубокала вина, там шампанского такими тоже. Я даже вот притронусь, у меня сразу покрываются. Ну очень-то светлокожие, потому что да, еще такая реакция. Ну вообще это логично подзакрыть, потому что люди просто думают, что ты волнуешься. Да, волнуешься. А не то, что у тебя фарфоровая, белоснежная, тонкая кожа. И вот это опять же про визуальные проявления, потому что когда ты видишь, ты сразу воспринимаешь, как человек волнуется, не на своем месте, сомневается, а достойный он тут быть. И есть много книг, вот в одной из них, я оратор или ты оратор, она по-моему называется, переводная книга, классная. Было написано, что в русской культуре нет такого культа позиционирования, что ты звезда. А там написано, если ты оратор, если ты спикер-лектор, ты на сцене, или ты вещаешь, тебя слушают, правила твои, и ты звезда, и ты главнее. И ты должен всем своим видом, каждой деталью это утверждать. Ничто не должно нам, полунамека даже, давать на то, что возможно рановато, возможно страшновато. Понимаешь? А давай, как в курсе мы идём, то есть у нас же есть структура важности, то есть те ключи невербальные, которые первые считают, я просто тебе их задам. Вот смотри, ты бы хотела, чтобы люди соблюдали дистанцию при общении с тобой, чтобы твои границы были защищены, или ты бы хотела с ними прямо сблизиться, да, и какого-то более такого глубокого контактного общения. Глубокого контактного общения. Ты готова прямо френдиться? Да, я люблю обнимашки тоже. О боже, кошмар, как это делать? Да, я свои границы всячески оберегаю, чтобы ко мне точно никто. Но со мной она обнимается, я знаю, что сотни тысяч женщин завидуют этому факту. Вы знаете ли, мы вместе столько, как пожилые супруги, уже скоро будем. Так, хорошо, значит, притягательность, чтобы люди не боялись зайти в твое личное пространство. Ты хочешь выглядеть молодо или более опытно и взросло? Молодая, свежая, звонкая, легкая, опытная, глубокая, да, авторитетная. Глубокая, авторитетная, потому что, ну, и так я не выгляжу, даже, мне кажется, на свой возраст, потому что всегда говорят, что когда паспорт даже не дал. Алкоголь мы тебе не продадим. И вино. И вино. Держи, а сколько? 32. 32. И мне все всегда 25-26 дают. Всё, не жалуйся, не беси нас. Так, хорошо. Понимаешь разницу между формальным и неформальным и интимным общением? Ну, формальное это деловое общение, неформальное это какие-то более дружеские, а интимное это уже прям близкие, наверное, какие-то люди. всё верно. Вот тебе какие и хочешь соотношения с твоим зрителем наладить. Второй вариант. Ну да, это похоже, вот прям мягкость, симпатичность. Слушай, ну эзотерика очень интимная сфера, там без искренности вообще делать нечего. И там без нарушения границ тоже делать нечего. То есть она вот такая всепроникающая друг в друга со всеми какашками, болячеками, со всеми своими заблуждениями, предрассудками. Там без правды помогающие профессии вообще, например, бессмысленно, да, в помогающей профессии. Но у тебя же не помогающая профессия, да, ты там не психолог какой-то или расстановщик. То есть ты, в принципе, товары предлагаешь. Ну товары на определенной подложке, чтобы твой клиент тебя нашел. Поэтому неформально вполне проходит. Нам глубже особо не нужно. Это хорошая степень касания. Так, ну значит мы тебя делаем постарше чуть-чуть, гранички стираем. Хочешь, чтобы ты выглядеть богаче? Конечно. Ну потому что вот мы в курсе очень большое внимание уделяем. Там отсутствие денег, наличие денег, старые деньги, молодые деньги и так далее. Не будет это преждевременно? Здесь нужно понять, насколько сочетаются ключи богатства с той продукцией, которую она производит. Потому что это же сегмент, да? А скажи, пожалуйста, ценные изделия. На тебе твои украшения же? Вот это мое, вот это мое. Ценник у меня занижен. Мне даже уже клиенты в этом намекают и говорят. Какой чек? Ну например, вот эта вот штучка 1300. Серега, ну они получатся пары и подвески, ну где-то в районе 1000-1100 выходит. Так это нормальный ценник за такой тип изделия. А что тут заниженного? Я по ней не могу просто. Ну бывают там какие-то даже с камнями, то есть мне прям пишут, что ну это колье стоит дороже. Да нет, ну есть рынок. Я хорошо знаю рынок самодельных изделий и там цены зависят от того, есть ли у тебя личная фурнитура. То есть крутые производственники отливают под себя фурнитуру фирменную. Да, и там определенное покрытие. Это же понятно, что это просто сборное изделие, пришла в магазин, набрала расходников и что-то там сидишь вечером для развлечения, для удовлетворения своих потребностей в рукоделии. То есть дороже? Да, вряд ли. Я не считаю, что у тебя заниженный ценник, я думаю, он адекват на рынку, а чтобы выйти на более высокий, тебе и самой вообще-то нужно изучить ключи, потому что по ключам их дороже просто не продать. Ну то есть есть же визуальные вот эти ключи, которые показывают ценность изделия. И нет, точно. Если ты хочешь, мы можем с тобой поговорить, как должны выглядеть изделия, чего в них не хватает, проанализировать там как-нибудь хитро закатываем, чтобы я всем не удавала эти тайные коммерции. И может быть ты туда начнёшь плавно двигаться, но пока что это суперадекватно, поэтому сильно богаче твоих изделий тебя делать тоже не стоит. У тебя будет расхождение с твоей целёвкой, и всё, и они будут пугаться. Смысл притягивать клиента, для которого у нас нет товара? Ну отсюда вытекает другой вопрос. Возможно, даже тип и направленность украшений ты уже переросла, или я забегаю вперёд? Я думаю, что... Возможно, да. Переросла. Ну мы это в конце обсудим. Потому что 9 лет назад, когда ты делала, это 20 с небольшим. И вот эти вот все фенечки, вот эти все штучки из бисера, это из того возраста. Понимаешь, да? В 32, в 35. Средний возраст клиента, это же 30 плюс у тебя. Ну где-то да. 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 И это только определённая категория девчонок, которые ещё пока вот удовлетворяют свою эстетику именно такими украшениями. Они прекрасные, но вот тут вопрос своевременности, своевременности и возраста. И ты взрослеешь, и запрос-то у тебя быть более зрелой, более авторитетной, поэтому, может быть, даже какое-то у тебя чуть и направление должно измениться. Ну нам нужно поговорить про того клиента, которого ты хочешь найти, потому что для нас это будет скорее всеми ответами, что ты хочешь из себя в конце как-то представлять. Тебе про себя сложно говорить, а про клиентов явно легче. Вот ты можешь описать своего идеального клиента? Который недолго думает, который лёгкий, платёжеспособный, желательно, со вкусом. Но это ни о чём. Это не описание клиента. Да, это, знаешь, самое банальное из того, что ты могла сказать. Мы всё-таки про глубину. Ну ты так глубоко про себя сказала и так поверхностно про клиента, что вот мне у тебя с этих пор вообще ничего покупать не хочется, если ты так вот клиенту знаешь, типа, ну вот он мимо пробегал, у него была с собой денежка, он сильно не раскритиковал, по-быстрому купил и свалил как бы навсегда из моей жизни. Как ларёк в дьюти-фри или в переходе. Мимо проходил, купил и ушёл. То есть это не портрет клиента. Для какой женщины ты это сделала? Смысл есть в этих украшениях? Или это просто твоё творчество, ты просто хочешь сидеть и что-то рукоделить? Ну, конечно, хочется смысл это вкладывать. Ну, тогда, может быть, попробуем так. Девушка 28-35, которая эзотерик, которая любит наряжаться, любит эффектно выглядеть. Пока всё. Лучше не придумаешь. Просто вот обнять и плакать. Я много общаюсь с девчонками, кто делает украшения. Знаешь, даже консультанты, когда я первый раз в Эйлен Соул попала, они в меня вцепились. У нас такая основательница. Смотрите, тут все стихи в одном кольце. А это камень, значит, то-то, а это то-то. А если вместе, ну что за секта напали на меня? Я просто хотела какие-то колечки красивые купить. Они сразу же меня на глубину вот этих смыслов погрузили. А это просто консультанты, девчонки. Вот ты когда придумывала, это было просто, тебе нравится бисер на ниточку нанизывать или этот камень для того, это для сего. Ты же говорила про домашнюю сталь. Да, конечно. Это же очень хочется соединить. Понимаешь, ты говоришь, вот домашние ритуалы. А сейчас это, ну, это просто... Вот и такие классные из пластмассок ещё делают, из резинок таких. Я тоже такие ношу, люблю очень там дорогие часы и мишки из аксессора из вот такие пластмассовые надеваю на одну руку, мне нравится. В этом никакого смысла нет, в этом есть ирония. То есть, как бы я показываю, что я снижаю градус пафоса остального, что на мне надето. Какой смысл ты изначально вкладывала? Мне кажется, мы нащупали, ей перестали подходить эти смыслы, ты это 9 лет назад придумала, ты другой человек для других людей. Кто-то должен оттуда бульдозером саду поднять. Да, давай. Скорее всего, ну, это просто творчество. Вот. Просто красиво сложить, да, камушки, потому что я даже их когда покупаю, у меня в голове задумки нету, а я просто начинаю соединять, и у меня процесс пошёл. Значит, ближайшие две недели нам нужно докопаться до смыслов, до понимания, в какого клиента ты по-честному влюблена, иначе мы с тобой не выйдем на оборотку, это будут просто фенечки за минимум прайс, да, за тысячу рублей, потому что всё, что дальше, там должны быть смыслы, там должна быть индивидуальность. По факту, мы сейчас индивидуальность чуть-чуть подсоберём, и может быть, ты из неё уже нам что-то выдашь, потому что сейчас, конечно, у нас пока что и отжимать-то нечего. Ну смотри, любой другой вариант, потому что вот я пока огня в твоих ни словах, ни глазах относительно украшений, выхода, на больший доход через украшения не услышала, не увидела. Да, ты читаешь, лекции тебя куда-то приглашают, может быть, ты себе другую картину будущего рисуешь, ты эзотерик, ты работаешь в каких-то там, не знаю, телесных, духовных практик, в каких-то других вещах, а это просто, как знаешь, хвост из жизни тянется, может быть, мы сейчас саву на глобус натягиваем. У меня тоже были такие мысли. Я очень люблю свою работу, но и очень много всего интересного в жизни, которое тоже хочется ещё попробовать, когда ты накапливаешь тоже знания. Понятно, всего чего ещё? Наверное, какую-то информацию доносить до людей, например, те же самые камни, потому что у меня очень глубокая к ним любовь. И когда я начинаю про алтарь рассказывать, все удивляются и прям получают удовольствие от этой информации, говорят, что насколько это интересно всё. То есть ты всё-таки понимаешь состав изделия и что он активирует, и как он что запускает, и что не нужно. А почему ты не соединяешься с тем, что у тебя, ну не знаю, это же прям такой прямой путь. Вот этот камень для того-то, и если вы покупаете вот этот чокер с этими камнями, это как вот домашний алтарь здесь для ритуалов, для медитаций, а если идёте на деловую встречу, вы берёте мой браслетик или чокер, и он несёт эту же символику, эту же энергетику с вами туда. Почему этой связки такой логичной у тебя нет? Потому что я стала меньше делать украшений с камнями. Минимализм очень хорошо зашёл клиентам, и поэтому они стали больше покупать, то есть с камнями. Ну видимо я потому что не донесла смысл камней тогда. А тебе что самое больше нравится делать? И с камнями и такие простые минимализмы. То есть ты сейчас подстроилась под рынок, делаешь то, что покупают, просто ради денег. Кошмар, мне же поплохело. Я давно уже в такой ситуации не была. И конечно не хочу, чтобы кто-то там был, потому что это тупиковая совершенно ситуация. Проще конечно же делать то, что ты хочешь, хорошо это упаковать, хорошо упаковать себя, научиться говорить, если вдруг кто-то не умеет, это важно. Но если вот это вот всё проработать, то можно до конца жизни делать то, что ты хочешь. А это две разные жизни. Или подстроиться под спрос, да, бесконечно делать вот то, что кто-то покупает. То, что ты говоришь, ну вполне приятно, ты сидишь там, перебираешь там в коробочке. Я очень понимаю. Но это совершенно не то, когда ты распробуешь настоящий вкус дела. У тебя же очень высокая глубина вот чувственности. Ну ты там прям сникла, сгасла, вытягивать из тебя приходится. Вообще там нету огня. А кто-то по знаку зодиака. Оин. Оин, окриней. Ну интересно. Это самый мягкий овин в жизни, которого я встречала. Что там? В гороскопе написано, что мы самые милые существа. Надо асцендент смотреть, потому что на девочку, на характер девушки асцендент всё равно сильнее, конечно. Конечно, там бывает восходящий знак совсем другой, то есть признаки будут превалировать даже. Подожди, какой нужен камень, чтобы активировать овна? Давай тебя обвесим им. Бриллианты. Бриллианты? Да, кстати, да. Алмазы. Ну вот я, например, вообще холоднокровно к брюликам прям вообще не понимаю. Подожди, у тебя есть бриллианты хоть какие-то? Есть, да. Кольцо и серьги. Но я их не очень люблю. Не любишь? Их, может быть, просто нужно вытащить и в интересное изделие какое-то поставить? Ну, может быть, да. Камни-то вечные же. Очень часто я вижу какую-то камню. Что-то делаю более интересное. То есть ты знаешь, что они работают и они у тебя лежат и не работают? Да. Это у нас сапожник без сапог. Да. А что у тебя в домашнем алтаре? Какие камни? Для чего? У меня очень много камней. У меня селенит есть. Он у нас про домашний очаг, про сексуальность. Розовый кварц. Горный хрусталь. Розовый кварц-то у нас про безусловную любовь. Горный хрусталь вообще усиливает все камни. Агатовые плитки чистят все камушки, в том числе украшения. Очень лабрадорит. Я люблю, прям безумно обожаю. Очень красивый камень. Апсидиан. Апсидиан, он больше такой про защиту внутреннюю. Допустим, даже если на какую-то встречу идти, важную, и человек переживает, он может взять камушек с собой, сумочку положить, как талисман, и он будет прям держать, помогать границы. Слушай, это какая-то мякушка. У тебя все про безусловную любовь. А где камни там? Не знаю, силы, энергии, достатка, завоевания. Лабрадорит. Он открывает предназначение, и он прям очень такой камень, который может открыть дороги. Так, но может и по-плохому пойти, а может быть и по-хорошему. То есть тут нужна ответственность брать, что камень может вообще переиграть в многие моменты. Слушай, ну я вот не уверена насчет твоих ответов, что тебе не нужно защищать границы, потому что весь твой алтарь, это знаешь, для меня звучит как уголок суеверий, чтобы обеспечить свою там безопасность, спокойствие. Для меня это уголок безопасности. У меня нет ни одного камешка, и у меня вообще нет ни одного талисманчика. Для меня это вот таким, каким-то подбитым инфантилизмом все пахнет. Инфантилизм с незаконимой. Да, что знаешь, во мне нет ничего энергии, я вся такая незащищенная, доверюсь миру, насыплю камушков, и они меня будут из этого уголочка греть. Я вот не вижу в тебе сил, чтобы ты входила хотя бы в неформальное общение со своими клиентами, потому что ты гораздо более раненая, надломленная и слабая, чем большинство людей, которые сейчас есть в этом срезе времени. Я бы здесь повнимательнее посмотрела. Я думаю, что наоборот, тебе нужно выстроить границу, потому что ты не зажившая ранка. Сто процентов. Всё так приятно, мило, но очень рыхло, очень болезненно. Ещё всё-таки ты действительно очень большую драму личную пережила. И пока вот даже витальности в тебе самой мало. Я ожидала, что вот я там украшением занимаюсь. Знаешь, вот меня сейчас спроси про интервью. Я просто слюной буду фонтанировать. Да, искры полетят. Да, во все стороны. Меня маникюристка сегодня новая просто была, спросила, чем я занимаюсь. Наверное, там прокляла уже. Мне кажется, ты редко просила. Ты зачем спросила эту бабу бешеную? 21 год просто прошёл. Я не могу не говорить об этом даже. У тебя прям это всё по уровню энергии где-то вот там в районе нуля или минусы болтается. Либо нужно искать что-то другое. Вы даже, понимаешь, ты говоришь про эзотерику, я понимаю, что ты её для себя используешь, чтобы себя залечить. Подорожник. Да, и там тоже нет как бы да, я могу людям что-то говорить, что-то помогать, но в этом тоже нет, не чувствуется энергия, импульса. Какой бы раз уж я знаю, могу и рассказать. Но тебе отдавать-то нечего, по-честному. Ты сама в недостаточности. Ты вот вся истощённая, снаружи везде истощённая, знаешь. Поэтому давайте мы тебя хотя бы начнём подкармливать. Подсоберём. Энергия. Я думаю, что больше глубоких вопросов нам не предвидится на сегодня. Предлагаю начать что-то делать, потому что часто вот на таком старте ты, возможно, даже не понимаешь, что мы у тебя спрашиваем, ну в какой-то своей реальности. Вот хочется нашей реальности сначала чуть-чуть спаять, может быть, мы по пути найдём между нами какой-то мостик понимания, терминологии. И может быть, ты потом совершенно другое нам расскажешь, чуть-чуть порефлексируешь, подумаешь, послушаешь, как бы, и мы сильно не будем тебя в ближайшее время донимать, дадим небольшую передышку. Я безумно вам доверяю, потому что я восхищаюсь тем, что вы делаете, и у меня полнейшее доверие. У меня нету никаких вот этих моментов, что это мне обидно, это мне сейчас было неприятно, вообще нет. Но если что, это тоже можно. Это тоже можно. Я бы не стала никому доверять. Ну вот так вот. Ну вы просто классные. Поэтому я доверяю. Ну, все равно, знаешь, какие-то границы должны быть, потому что мы-то на своих скоростях и опыте можем и перегнуть, можем и слишком быстро, где-то слишком напорист. Для нас это типичный вторник. Понятно, что мы все тут друг к другу с добрыми намерениями. У нас еще потрясающая команда за кадром, все добрые, эмпатичные, классные, мы безумно любим то, что делаем. Но все равно это как бы такая производственная медиамашина в самом нормальном смысле этого слова. Потому что это не ручной работы фенечки, это индустрия, внутри которой мы очень эффективно, эффектно существуем, присутствуем много лет. Очень сильно раскручен маховик. И поэтому это тоже для тебя, вот, участие должно стать таким тренинговым моментом. Круто, что ты в доверии. Мы тоже с открытым сердцем с желанием помочь. Но вот подключай вот это немного критическое мышление ко всему, что происходит. И если что-то не нравится или в чем-то сомневаешься, у тебя всегда есть право голоса. И это нужно тренировать, даже когда понятно, что там ты нас смотрела в YouTube, знаешь там столько лет, сейчас мы живьем, как-то там взаимодействуем. Но это должно пройти. Съемки будут плотные, каждый день вместе и равно великого партнерства хочется. То есть, да, мы создатели проекта, ты равноправный, полноценный участник. Будь взрослый в нем. Ну, мне уже скучно. Ты такая покладистая. Мне кажется, ты согласишься, да, на все, что мы предложим. Будешь везде кивать, что мы правы, опытные, и ты в доверии. Кошмар. Ты уже пошла в нашу рубрику эмоциональные качели. Аленка вырежешь вначале показать. Ой, какая ты классная, здоровая, боже, как я ждала такую героиню. Как раз вот та героиня, которую я искала, у которой уже есть на глубине какой-то личный смысл, что-то сокровенное. Прошло 20 минут. Ой, ну вообще, скучнятина. Вынесите что-нибудь. Вызываем Свету. У нас шампанское. Мы сейчас Свете позвоним, будешь знать. Шампанское. Все вот, знаешь, обложились какими-то благостными псевдобизнесами, которые нихера не приносят. Но при этом вот они вот типа такие честные, искренние и все такое. А по факту это всегда прикрытие. Все эти благостные телочки светловолосые эльфийского вида, знаешь, слава богу, ты еще оделась как-то нормально. Если бы ты пришла вся в льняной одежде, ты знаешь, я бы тут уже забегала. Хорошо, что ты кола Пала Санта не принесла. Я ненавижу Пала Санта просто. Запрещаю, мужич. Будет интересно, если окажется, что все это прикрытие, так это, конечно, прикрытие по-другому не бывает, потому что... Ну так а ты подключайся уже. Да здрасте, я же... Да здрасте, чего я сидишь? Наоборот, я все расковыряла, что ей неинтересно делать то, что она делает, что денег в этом мало, что не поняла, она из чего хочет деньги зарабатывать, все там потухло, перегорело и так далее. Это атрибуты прошлой жизни, девятилетней давности. Это потеряло актуальность лет пять назад. Очень классно, говоришь, вот я этому учусь, этому учусь, этому учусь. Где результат? Ну, в смысле, помимо того, что ты себя лечишь, мы же себя лечим всем, любым разговором, любой книгой прочитанной, любым текстом, захваченным глазом и так далее. Это перманентный, нормальный процесс любого взрослого человека. Результат где? Повторюсь, сейчас мы вычитаем вот это трагическое событие, потому что это не смыслообразующая конструкция твоей жизни. Было еще до. Было восемь лет, когда ты уже устал от украшений, и там ничего не растет, и ты ничего не делаешь для того, чтобы росло. Здорово сказать, у меня чербинка между зубов, и поэтому я не читаю лекции. Но ты же понимаешь, в пользу бедных это. У меня, вот ты говоришь, у тебя один кривой зуб был, у меня было 12 кривых зубов с этой стороны. Я села левой стороны в кадр и фигачила вот так вот видяшки каждую неделю. Так у меня не было два зуба два года, мне же удалили и пытались эти коронки поставить. Я с одного боку вот с этого работала два года. Я даже не улыбалась, потому что здесь вот такая... И вот у меня из 50 тысяч фотографий, вот вычитаем самые свежие за три года, все остальные фотографии только с левой стороны. Никто нигде не найдет, как я выглядела справа. Я ни разу так не сфотографировалась. Это все известно и понятно. Ну, тут все понятно. Мы плакать не будем, видишь? Да, ну нет, что тут... Можно завязывать. Заканчиваем серию, плакать мы не будем. Плакать не будем. Скандала не будет, во всяком случае, в первой серии. Но очень хочется докопаться до того, где на самом деле жизнь, где на самом деле не боль, а остатки огня. Потому что все прямо залито, затушено и так далее. Он умер, не ты. Ну, я тоже. Но я вас... Нет. Нет. В смысле? Он умер, не ты. Да. Ну, это будет идеальная серия, потому что все женщины, конечно, вот целью своей жизни считают вот эти созависимые отношения с мужчиной. Вот если его не будет, то все, и меня тоже нет. Для меня это абсолютно непонятно. У тебя еще там 20 мужей впереди, между прочим, тебя ждут молодые, красивые. И он будет этому очень рад. Ты сама сказала, все, молодая, красивая, успешная, дальше пошла выбор его души, не принадлежит. Мы никому, и никто нам. К тому же, ты с другими не пробовала, может там, знаешь, гораздо интереснее есть вариант. Мне вот есть, что сравнить. ой, вас такие сенсации ждут. Мы обязательно запишем про это выпуск. Смотрите в следующей серии. У Рады новый муж. Но это не муж еще. А, ты его пока не называешь мужем? Нет, мы же не сожительством. А, Новый претендент в мужья, это страшно, интересно. Подпишитесь на канал Ключи. Все сказанное вами может быть использовано против вас. И это ко всем относится. Все, конец. Дорогой дневник, первый день прошел очень классно. Поговорили о глубоком, о важном, о ценных, о смыслах. Очень было тревожно, но поехали дальше. Катя из Тулы. Так, что приехала? Когда ты не в свою жизнь живешь, тебе плохо. Я 7 дней провела без воды еды и сна. Я очень духовной хотела стать женщиной, соединиться с Богом. Смотри, классный, честный запрос. Хочу стать за вас счет известной. Так же звучит? Это не самый простой метод. Разные там практики, ритуалы какие-то. Что вы все ищете? Это ужасно. У меня аж начало подташливать. Тебе же 38 лет всего, какой огород? Вот есть ощущение, что не твое призвание материнга? Вообще не мое. А зачем рожала? Оказалось, что я и жена не очень, и мать не очень. Нам, правда, не твой муж, не твоя мама, не твои дети не интересны. Вещи есть, а стиля нет. На богатом. А то, что вот так ты хочешь делать бывшим своим мужчинам? Вообще никогда никаких комплексов не было. Как вы выжили все? Вот у меня просто вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok